всем привет вы на канале есть вопрос и сегодня мы с вами будем делать нейрозарядку что нам для этого понадобится нам для этого понадобится листы цветной бумаги карандаши для того чтобы обводить ножницы чтобы вырезать и непосредственно что мы будем с вами вырезать вот такие вот разноцветные кружочки вот такие ладошки желательно чтобы ладошки были того человека который будет делать нейрозарядку возможно хотя бы чтобы совпадали по размеру но это необязательно условия это ладошки мои поэтому я их вот так вот разложу сразу и чтобы они были от правой руки и от левой руки это важно для самой зарядки что мы делаем мы вырезаем это все заранее а потом раскладываем перед ребенком раскладываем в определенной последовательности что последовательность может быть разная но главное чтобы она менялась здесь у нас ограниченное пространство поэтому я сильно раскладывать широко не буду но вообще желательно чтобы было место побольше и даже возможно чтобы допустим вот как бы если есть такой стол до чтобы по периметру стола было вот такое количество бумажек чтобы ребенок двигался и в это время выполнял нейро зарядку в чем почему она нейро потому что мы опять же тренируем наш мозг что мы ждем от ребенка нам нужно чтобы он двигаясь по периметру стола то есть он будет совершать движение ногами это уже нагрузка на мозг вот он должен идти и при этом совершать еще движение руками но совершает движение руками не просто а соответственно рисунком то есть опираясь на на изображение да и придерживаясь определенной последовательности все это нужно делать в определенном темпе то есть ребенку нужно говорить что да там может быть какую-то музыку включить либо на нахлопывать да что типа так 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 чтобы он это делал как можно быстрее поэтому мозг будет работать под определенным да таким под определенной нагрузкой соответственно будет стараться соображать быстрее что какие движения до заложены у нас вот в этих обозначениях понятно что если правая ладошка то мы хлопаем по столу правой ладошкой если кружок то мы собираем ладошку в кулачок и стукаем вот так если у нас прямоугольник то мы попадаем по нему ребром ладошки опять же и соответственно хлоп 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 здесь у нас опять же это рука но когда ребенок двигается по кругу ему будет удобно мне сейчас не очень удобно да потом опять кулачок 5 ребро кулачок ребро здесь у нас уже другая ладошка мы должны поменять руку хлопнуть так потом опять у нас ребро потом опять такая ладошка последовательность можно менять можно например поставить там три подряд ладошки до хлоп 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 потом и пойдет вот так только ну только менять вот так до руку зависимости от того сколько вы кругов закладываете в эту задачу до сколько вы хотите чтобы ребенок занимался этим делом можно пока он идет уже менять последовательность что у нас происходит в это время с мозгом да почему мы все-таки называем этой ней разорядкой потому что мозг все это время координирует наши движения движения ног движения рук и это все происходит в определенной последовательности то есть движения меняются меняются в определенном темпе и мозгу нужно очень быстро перестроиться и подстроиться под этот темп и под определенную задачу задача у нас разная У нас ладошка должна менять положение, у нас ладошка должна подстраиваться, то есть либо правая, либо левая, в это время мозг должен сообразить, перенести изображение со стола, а таким образом ребенок постоянно находится в умственном напряжении, несмотря на то, что вроде бы со стороны кажется, что это физическая работа. Вот такая интересная игра, не требующая особой подготовки. На этом на сегодня все. Ставьте лайки, не забывайте про комментарии, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока!